Детская сумка на пляж Будет вам мотивация ходить на пляж, гулять, загорать и отдыхать самое главное Так что давайте приступим Детская сумка на пляж Сумка у меня от нашей коляски Я сразу скажу, я говорю, что мы живем около моря И поэтому я очень много вещей, прям на целый день около моря я с ребенком не беру Это значит, что я не беру перекусы, слишком много игрушек, не беру очень много одежды Я беру сменную одежду, но не очень много Первое, что я беру с собой на пляж, это, конечно же, вода для Давида Я отказалась уже от всяких этих поильников Он у меня уже, ему 18 месяцев у меня пьет со стакана И вот с такой уже бутылочкой В дальнейшем я хочу приобрести вот такой маленький стаканчик Который вот так складывается Вы просто можете наливать водичку, давать ребенку, а потом его опять спокойно сложить Если вы знаете, где можно его купить, пожалуйста, оставляйте ссылочки Потому что я здесь не нахожу этого стаканчика Во втором кармашке у нас идет термальная водичка Очень клевая штука, особенно в прогулках меня не раз уже спасала В принципе, все вещи складываю по категории и в косметичках Если честно, в косметичке, наверное, это очень удобная вещь Потому что органайзеры, они слишком большие, надо все вытаскивать А здесь-то косметичка знает, что где лежит Именно в косметичке, они никогда не теряются по сумке, ты не будешь это искать Эта косметичка у меня как тераптечка Здесь спирт, он уже кончается, кстати, я все протираю И здесь еще идет антибактериальный гель, который у нас сейчас в машине Если это тоже гель, если спирта нет, то антибактериальный гель обязательно здесь есть Это много-много салфеток Это ватные диски И, конечно же, сантовики В этой сумке у меня есть две всегда шапочки Одна вот такая, которая прям закрывает полностью его шейку Это очень удобно Покупала я ее, по-моему, из Примарка И в Ясли покупала, и одну на пляж села И другая, которую уже в видео вы видели, наверное, просто простая панамка Ее я покупала в Киабит Следующая пройдемся по защите В этом году я купила не простые тюбики, простые, ну, которые намазюковались на руку Потом все это измазюкаешь, потом не знаешь, как эти мазюки мыть Ребенок нервничает А здесь всегда, сейчас я купила новинку По-моему, это новинка, потому что вот в наших магазинах я первый раз это вижу Это средство от Гарнир Оно идет спреем и очень легко наносится ребенку Ребенку ты не очень беспокоишь Там нанесла, немножко разматюкала И, в принципе, остаются чистыми твои руки И тебя не беспокоят И второе, немножко более там деликатное, так сказать, средство я взяла Это я больше употребляю уже на лицо ребенку И, в принципе, я могу это кинуть в сумку именно свою Когда мы идем на прогулку, там немножко ему там булочки, ножки быстренько Не обязательно прям на пляже Это средство от Виадерма Плюс 50 SPF Сразу же в этой косметичке я храню и свой уход Сразу вам покажу, чем я пользуюсь Это на лицо я делаю овент, потому что он сильнее И он не сушит мне кожу И когда я наношу, в принципе, я забываю, что я нанесла какую-то защиту Потому что именно на лице я еще защиту Но овент мне очень понравился и реально хорошая штука, присмотритесь В основном, если честно, я на тело не наношу защиту Я никогда не обгораю Поэтому я покупаю сверхростое масло от Гарни И брызгаю с теми немножко, чтобы, конечно, подзагорать Я около моря живу При том, что я не люблю загар Я мажу маслом, чтобы принять загар Я не люблю загар В общем, я пользуюсь вот этим маслом от Гарни Потом в отдельном вот такой косметичке Я обязательно, обязательно беру сменную одежду Да, видимо, я не буду проходить Я всегда беру три бодика Бодик с длинным рукавом Бодик с вот таким коротким рукавом И бодик без рукавов Я не знаю, почему я так делаю Я беру обязательно какую-нибудь жакетку Это отдельно я всегда беру, когда мы приходим вечером И шортики Обязательно носочки Обязательно носочки И все Следующие вещи в сумке тоже хранятся всегда Простое такое маленькое одеяльце прогулочное И второе вот такое тонкое Опять одеяльце Им я могу крыть ребенка, где-нибудь подстелить Могу под коляску подстелить, чтобы ему было более комфортно А вот это полотенце я могу, если мы не вошли в парк, например Ему нужно прям сесть Или я ему должна его поменять Вот такие белые там Красиво пускай все эти белые Остальное это стандартный набор Это памперсы Это одноразовая пеленка Это одноразовая салфетка Беру всегда прогулочную версию Они маленькие, они удобные И в принципе они всегда в сумке Ты знаешь, что ты никогда не забудешь Ни то, ни другое, ни третье Вот так Я не люблю ничего не давать В следующей косметичке я всегда держу Зажимы Резинку И еще одну шапочку, про которую я вам рассказывала Вот такую на всякий случай Если я забыла тукен Во вторая всегда была в сумочке Это обязательно Шапки никуда в летом Никуда Просто никуда в летом без шапки Что касается нашего пляжа Я видео тоже показывала Что мы просто не можем обойти Из таких специальных Такой специальной обуви Я беру и мне, и ребенку Очень большие камни Ну, такие Прям камни-камни И ему больно ходить Особенно если они нагреваются Я знаю, что полезно Ну, босиком, чтобы по ним ходил Я пытаюсь Он немножко ходит Но реально это неудобно Если я не выдерживаю Я одеваю обувь Конечно, ребенку я не собираюсь Мучаюсь Поэтому я ему купила вот такие тапочки Кстати, что насчет вот таких Кроксов Да, их крокс называют Мне они не нравятся Они просто ужасно смортирятся Потом мне кажется, что Здесь все-таки, смотрите Здесь идет материал Да, здесь все-таки ткань какая-то А кроксы там резина В эту жару одевать кроксы Ребенку Мне кажется, что это Мне они не нравятся Напишите вот ваше мнение про кроксы Если вам не понравилось Вам Мне будет очень интересно И последняя вещь в сумке Это вот такой понч Давидикин Вот такой понч Я вам скажу, что это просто удобнейшая штука Если хотите его оценить Опять же, я вас отправляю на это видео Обязательно посмотрите Там увидите, как ребенку Удобно в нем ходить по пляжу Играться Ему не стесняют никаких движений Не выбирайте слишком длинный Чтобы он не задевал Немножко короткий выбирайте По его именно размеру Такое полотенце я им беру Конечно, беру еще другие полотенца Минимум я три полотенца беру И вот одно вот такое понч ребенка Вот на этом все Видео подошло к концу Надеюсь, я вас мотивировала Что надо беречь каждый летний день Потому что лето вот такое короткое И мы, в принципе, не успеваем отдохнуть Особенно, если ты мама Так что берите ваших деток Устраивайте им праздники Делайте пикники И не обязательно забежите около моря Скажу я вам, что я тоже иногда грешу И спускаю в бассейн И не именно море Я грех совершаю Так что, дорогие мои Бегом отдыхать Загорать И развлекаться Всех целую И пока-пока Приветики, мои хорошие Сегодня мы с Давидом Вас приглашаем С нами на пляж Освежиться И полюбоваться этой красотой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!